Валиваем мы с Риги, наконец-то. Еще такой экскурсион получился. Нехилый. Все, Рига закончилась. Погнали. Тут пока на этот указатель был. Юрмала. Туда-сюда. Тут Юрмала не надо. Вот сейчас как-то тут на А9 выскочим. И пойдем в сторону Лерипая. Там длительность 50 километров в час. Еврей 70. Так, пришлось немножко покрутить, конечно, по городу. Но ничего. Зато интересно. Теперь, в принципе, уже буду знать. В следующий раз-то все просто, в общем-то, тут. Прямо направо, налево. На мост, под мост, туда-сюда. И все. Полчаса делов. И Рига взята. Пока подтверждений никаких. Время час дня. Отсюда 205 километров. До Сути. До Лерипая. Ну вот, сейчас 62 проедем. Километров 160. И где-то останем, если до этого никакой информации не получим. И уже будем ждать тогда конкретики туда-сюда, куда ехать. Вправо-влево, прямо в море. Ничего такая симпатичная. Тут Олейково. Такие, наверное, не бедные рижане живут. Или не рижане. Ладно, скажем так, жители Риги. Такая тут Олейка, такая нехилая. Вот здесь 1.034 дизеля. Ну вот так вот, мы сейчас пару часов проедем. Здесь есть такой заправки. Приземлимся. Там чаю, кофе. Если к тому времени нам ничего конкретно не скажут. Снежочек опять пошел зачем-то. Ноль за бортом. Уже потеплело. Раскуль, Аксей Николаевич. Раскуль. Поехали. У тебя тут особо не разгонишься. Еще даже как-то так. Автопанш трассе слегка подгулявши такой. Кстати, здесь тоже Таллин указатель есть, да? А как? Можно еще хитрее на Таллин ехать. Тоже что-то большое будем пересекать. Разрешайте, допустим, у вас не расти. Смотрите, она тут даже замерзшая уже. Лиелупе. Я извиняюсь за мой французский. Ну, смотрите, она замерзшая. Откуда же у мороза стояли, что ли? Откуда здесь морозы могут быть? Факт остается фактом. Лед, конечно, тонкий, но он есть. Извините. Тут на берегу Балтики никогда не бывает ни морозов, тут ничего. До Балтики-то осталось 170 верст. Нет, вот. Сами видели. Вот Юрмал можно тоже направо сюда взять, поехать. и попасть. Фот аппаратов много. Много фотиков для ограничения. Ну, тоже все предупреждено, конечно. Там ограничения и фотик нарисован. Вот они тут такие оригинальные. Таких, кроме ЛКК Латвии, я пока не встречал. Вот именно такой формы. Ничего тут у нас, да? Смотрите, как симпатично стало. Хороший тут снежочек пробежался. Побелело все. Все поля были зелененькие, стали беленькими. Как и положено. Декабрь на дворе. Да, у нас, в общем, все уже определилось. Все уже только что подтвердили. 120 отсюда до Лейпая. Все, подтвердили, что паром. Паром с Лейпая. Он сегодня на 8 вечера. Ограничение скорости 77 до 19. Ух ты, тут, наверное, какой-то костюм был. Только кресло осталось. Что-то тут такое. Поэтому правильно едем. И сегодня в 8 вечера. Загрузимся и уйдем. И это хорошо. Сегодня в 8 вечера понедельник. Завтра во вторник в 8 вечера мы в Германии. Он в сутки идет здесь, говорят. Ну, так сказали. В среду у нас растаможка. Среда, четверг, пятница. И если... Может, даже в пятницу, ну, вряд ли. Короче, ладно. Чего гадать-то? Ну, во всяком случае, это намного лучше, чем мы будем тут. Вот, сутки в Клайпиде стоять, потом еще тут полтора суток этим паромом, и пока все закоулки шведские не обойдем. А ценник у него здесь, у прямого, ненамного. Где-то получается средний между вот этим паромом через Швецию и прямым на Германию. Ну, ближе к цене, которая через Швецию. Короче, немного дороже, там, наверное, может, на соточку какую евро, чем через Швецию. Но зато быстрее, короче. То есть быстрее, но и не надо сутки ждать. Поэтому все, отлично, катим сюда. Пойдем, Стэн-Алайн. Паром у нас будет называться. Вернее, не называться, а компания Стэн-Алайн. Что тут за паром название, я не знаю еще. Я вообще ничего пока еще не знаю. Мне не бронь не прислали еще. Ну, что там все оформляют. Мы уже сказали, что едем. Так что, компания Стэн-Алайн. То была Тэн-Алайн, это Стэн-Алайн. Вот сравним заодно. Посмотрим, что у них там за каюты. Туда-сюда, как кормежка. Я же уже в курсе, там уже, что кормят на халяву. Ужин терять не буду. Как в прошлый раз тут загрузился, да, на Тэн-Алайн. Оказывается, мог пойти поужина. Но решил лечь голову. Как говорится товарищ. Художник должен быть голодный. Вот. Скрун... Что-то там. Скрунда. Или скрунда. Или вентла. Или вентла. Так. Остается 70. И 55 минут. Короче, надо где-то все равно в любом случае остановиться. Время без 10. 3. Час пауза. 4. Пока доехать. 5. Туда-сюда. 6. Нормально. В любом случае, надо от блю залить. Омыватель. Все, что-то покончалось резко почему-то. Смотрите, тут трактора такие. Катаются. Что-то. Что-то возят тут. Вот. Надо смотреть, какую-нибудь сейчас площадочку станем. О, детки. Снег увидели. Кайфует, девчонки. Молодцы. Так. Ну, мне в магазин не надо. Так бы можно было. Вот где пацаны стоят. Но я уже все купил. Мне ничего не нужно. Поэтому поедем день-нибудь в лесочке. Станем. Паркинг для грузовиков. Один час. Ночевать нельзя. Где-нибудь в лесочке встанем. Боковые лампы. Короче, стекла. Все по помоем. Все по 5 позакидало. Датчик отблю уже. Датчик расстояния заблокировала. Снегом залепило, наверное. Подчистим его. Отблю. Зальем. Омыватель зальем. Что-нибудь кусанем. И уже после этого показуем на заправку сначала. там на месте. Где-то. Еще не забивал. И после нее уже в порт. Как раз приедем там туда-сюда. И все. В принципе уже. И это часик-полтора-два. И погрузка начнется. Все. Уже. Теет от прислали. Бронь. Номер брони есть. Все. Есть. Едем. Едем в порт. Туда 30 километров. Или пая будет. Какая-то деревушка. Какая-то заправочка такая. Мелкая. Но топливо 1,01 стоит. Дизель. Все равно паузу надо докручивать. Крутить вернее. Не хватило. Не хватает времени. Немножко рига забрала. Так. Сейчас омыватель вот зальем. Что наш автомобиль? Не совсем конечно и грязный. Но и не очень-то и чистый. Но мыться уже некогда. Да и негде. Сейчас еще мойку искать. Сейчас пока тут паузу открутишь. Пока доедешь. Пока на заправку. уже и в порт пора. Ничего страшного. В прошлой фирме и не такие ездили. Когда на мойках экономили. Когда мойки за наличку были. Ой. Какие мы ездили. Дождик пойдет хороший где-нибудь из Германии. Она и отмоется. Так. Отблю. Заливаем. Эстонка заставила достать одну корнистку. канистру. Нюхала. Я говорю все доставать. Все нюхать будешь. Мне говорит одной хватит. А так вообще мне понравился этот переход. Нормально. В кабину вообще никто не залазил. Как я спасил пацанов. Не в холодильник не лазят вообще никуда. То есть жрачку вообще не выбрасывают. А что кто будет идти на Шумилкина без проблем. Затаривайтесь едой в России. никаких вопросов. Ну в кабину вообще никто не залазил. Абсолютно. Вот вокруг обошли посмотрели. Ну на рентген загнали. Там блок сигарет просили передать в Германию там кое-кому. На спальнике валялся. На рентгене просветили тоже. Никто слова не сказал. Ничего. нормально. Вот. Сейчас зальем. Чайку попьем. И вот так грязновать и как конечно. Надо хороший дождь. Здесь то снег тут видите то то это. Надо хороший дождь чтоб прошел и она отмоется будет практически чистая. Вот уже темненько и вот уже мы у Лейпай Понятия не имею где тут порт Сейчас мы сначала едем полтора километра осталось Может давновато по Лейпай едем Тут маленький городок большой город Едем на заправку дольем наши канистры до верха и потом уже в порт Через 50 метров поверните налево А это вот как дорога идет это вот как отсюда на Клайпеду идти прям указатель Клайпеда Готовьтесь к правому повороту через 800 метров Да вот видите Клайпеда прямо 100 километров то есть если бы у нас здесь не получилось по этой дороге мы бы поехали еще в соточку как бы так 800 метров ну тогда в заправочке конечно будет такая скорее всего левая ну как левая такая маленькая неприглядненькая сейчас посмотрим туманчик тут у нас спустился как стемнело сразу туман 0 за бортом тут уже снега нет так сейчас направо надо на следующем повороте поверните направо точно на следующем повороте поверните направо ну да вон она зимона моя заправка с правой стороны версии или версии версии что это такое надо посмотреть точно она в принципе машка туда ведет по координатам я думаю что она а в порт там что-то я видел указатель до этого как проезжал мне придется возвращаться скорее всего сейчас заправимся забьем координаты порта поедем искать время 5 часов здесь минус 100 так а как туда заезжать написано движение грузовиков там нельзя короче мне нужно отсюда заехать надо надо вот здесь направо и потом с этой стороны въезд там с той стороны получается движение грузовиков запрещено заправку потому что видно не развернуться потом грузовика у нас у нас односторонние вот все я готов коллега коллега на сканей сказал сейчас меня завезет в порт что что это с 500 рядный хорошо хорошо, жалоб нет. Он как раз заправлялся передо мной, я у него спросил, по-русски заговорил со мной, говорит, где тут порт. Он говорит, ну я тебя сейчас заведу. Ну так мне туда. И навигатор не надо включать. Машку не мучаюсь. А это своя машина, но старенькая, 2004 год, 580 V-образная. Блять, 280 коней сбоку бегут, а жрут со всеми за компанию. Ну так, годы ж берут свое, согласен, конечно. Сейчас надо что-то поновее брать. Тяжелые грузы кончились, лопа кончилась, поэтому надо брать мегу. Хочу такую вот или эску, или эрку, но мегу надо. А, ну то есть 100 кубовый прицеп, да? Ну да, там 100 с половиной, 101, они разные какие здесь. Много грузов, которые я-то, знаешь, 18 лет на негабарите, блять. Поэтому, как бы, концы остаются такие, которые такие, 3 метра высота, 2,98, блять. Они, как и считается, негабарит, а если на меге шмыть его по центре пошел, а фраг как негабаритов. Ну да, да, верно, все. Фирма полная ООО, но один я, один сам водитель, сам бухгалтер, сам все сам. Никого не хочу брать, потому что, то что я сам водитель отработал, и так один и доработаю до конца. Правильно, сам себя хозяин, сам над собой начальник. Ну, как бы, знаешь, терпел, терпел, давно надо было, пока молодой был, ну все как-то, ай, потом, ай, потом, и зарплата хорошая, ай, поток. Последние 5 лет уже шефы заебали, поднажми тут зеленый. Вот, шефы заебали, надо подождать, то у них санкции, то у них кризисы, то у них опять санкции, то у них опять кризисы. И пиздец, вижу, толку не будет. Да, 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 точно. Надо, говорит, потерпеть, да. Ну, до этого как-то все кризисы мы пережили, блять, да. Ну, у вас, во-первых, гараж в России был поменьше, блять. И этого и надо было ждать, что рано или поздно в России гараж, ну, расширится, обновится, люди перестроятся, начнут покупать машины, блять. Вот. Надо было к этому уже и идти, что у нас все закончится когда-нибудь. Потому что кто мы такие, блять, три маленьких республики, блять, а от нас вся Россия зависела по перевозке 20 лет, блять. Вот. Ну, что делать? Так должно было быть. Это, как говорится, закон природы. Маленькая рыба поедает большую, и мы все знаем, что всегда происходит естественный отбор. Поэтому сейчас идет естественный отбор. Да, да, наживает сильнейший. Куда нам, блять, пиздец, тягаться с Россией? Ну, понятное дело, надо было дружить какой-то, блять, если бы мы целовались, создали бы какой-нибудь, там, в левый ряд сейчас пойдем, то есть, создали бы какой-нибудь, там, блять, вкусное дочернее предприятие в Прибалтике, базу какую-то, да, типа софтрансавта, которая на Европу может работать. Ну, блять, все же хотят погавкать, ну и будут теперь в деревянных ботинках опять ходить. Да, 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 политика лезет, а потом сами же и страдают, вот что самое обидное. Все, правильные вещи, коллега говорит. Так, когда порог? Через два с половиной часа. Да, обычно прямо на территории будешь заезжать. Сейчас тебе разжую там. Добро, добро, вот как удачно я заехал. Да, я двигло делал, головку снимал, шлифовал одну, блять. Вот, и так сейчас как-то собрал, поехал, заправился перед рейсом, чтобы зацепиться, не ехать с прицепом. Вот так прокататься ее, посмотреть, что, где, как. Правильно, правильно, продиагностировать. Нарушим немножко. Здесь, с правой стороны, площадка, это таможня. Если мало ли, где-то здесь придется когда-то раздамаживаться или раздамаживаться. А само здание таможня, вот на третьем этаже, где я сейчас проезжаю, в автобусном парке. Принял, принял. 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 protesting. pidял. Тирея. Подключи сразу. Подключи еще. и по кругу налево меня мне фартанула да ну хотя вот указатели вот коркорп на право как раз нормально прям меня заведет и сдаст российский белорусский солярка и вот даже в россии все равно заправлялся сургут и чуть-чуть башни и вот здесь заправляюсь для тратится в 5 литров расход на белорусской больше да да но сразу заметно белорусская солярка на даже с европы идешь через белоруссию там выходишь по минимуму белару заходишь залил белорусское все сразу вроде по ровному едешь расход по лес вверх как украинцы заходил и шумилки на а ты оттуда шел и сюда пойду на в питер и грузился вот единственный паровоз и тот мы с тобой поймали у меня бывает что страшно на стыке так уже за лям пробежала на скамеечка норвегам то лям 200 вы а так знаешь что же там берите они они как и мы одинаковые это не факт что это башни тормяк ездил поливаешь на день мог ехать и наш брат там работать короче норги еще тоже цена черти отматываешь спидометр но так как это машина шайбовая и сам понимаешь сенсор на датчик на коробке с магнитом то тут история умалкивает сколько она прошла ну я надеюсь миллион двести потому что головы снимал две уже четвертую третью прокладки менял блять выработки в кирзах нет блять бак засидит такой хороший говорит заезжай становись на площадку и с левой стороны на регистрацию вот площадка справа поезет сразу видно что человек наш который меня завел коллега так как у ладу становится на какую площадку вот это да вот что стоят понял сейчас по кругу объедем с рядом с этим датом станем пойдем на регистрацию удачи ему на 3 без горит будет вот четверг грузится сегодня что вторник а он паром кстати какой-то разгружается может это уже и наш разгружается не знаю ну посмотрим все пойдем сейчас зарегистрируемся все нам объяснят что тут и куда он видится паром угружается или загружается наоборот чуть не пойму я ну ладно прибыли девчонка тут командует парадом я сходил зарегистрировался и сказали девушка подойдет я не успел до машины дойти она будете готовы заезжать и наверх я говорю я уже готов я говорю я уже готов ну горит заезжать туда поехали это оказывается наш паром уже грузится это оказывается наш паром уже грузится так раньше станем раньше пауза пойдет оказывает заезжать туда и потом задом почему наверх а наверх будешь готов заезжай наверх а не наверх так это я чал дом неправильно сказал нас в трюм забивают да ладно в трюм так в трюм в трюм сейчас скажут что куда отрегулирует отрегулирует все расскажут останется только собраться и и все эти каюту искать и 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 Все, того припарковали, сейчас нас паркуют. Наверно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Класс лаживают. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все, бракцы. Вот мы на корабле. Так. Отмечаем точку. Страна завершения. Ищем Латвию. Ищем Латвию. Вот она, Латвия. И ставим точки паром. Все. Заглушили. Зеркала сложили. Сейчас чемодан. Сумку сложим. Берем вот эти бумаги и пойдем узнавать, где наша каюта. Так. Паром немножко другой. Так. У нас пятое место. 506. 525. 532. 521. 520. 520. 521. Вот 508. 509. 507. 506. 995. 508. 51. 53. 53. 54. 41. 55. 78. 53. 45. все тут у нас с телевизором а даже за драйон и правда 506 а я так понимаю внизу интересно подселит кого-нибудь или нет телевизор есть на телевизор дали пульт еще спросила пульта цивилизор смотрите работает право оставил залог курение в каюту строго запрещено штраф суела о огонь у нас тут все на русском языке хорошо вот чё тут у нас валет тушь сегодня мы туда пойдем право алексей николаевич ну что еще так уютненько ужин 7 часов по немецкому это в 9 по москве быстро мы загрузились сейчас без 28 по москве все короче пойдем то сейчас исследовать дальше палубу уж надо выйти посмотреть что да как вот тут мы будем спать погрузка видите продолжается мы уже все в каюту прибыли в этот раз буду не один пришел еще парнишка второй раз говорит только на пароме страшно на второй полке горит боюсь я говорю ну давай я на вторую лягу я не боюсь вместо летнего отдыха сел вот и сиди тут кайфуй в принципе сейчас что 8 вечера мы отойдем 7 по немецкому сказали всем уже начнется ужин сходить поужинать и можно будет потиху и отбиваться ну вот как то так вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!